События, которые сделали мой день. Такую тему для конкурсных заданий выбрали организаторы фестиваля «Атомсфера», который прошел в городе Лесном. На Урал съехались юные журналисты из городов-участников проекта «Школа Росатома». Все ребята прошли серьезный конкурсный отбор. После пяти этапов заочного тура фестиваля «Журналистского спринта» к очным состязаниям из 419 участников оказались допущены всего 29. В число финалистов вошли представители «Заречного» – корреспонденты студии «Автор», «Дворца творчества», «Детей и молодежи». Для Ксении Митюрниковой «Атомсфера» стала первым выездным конкурсом. Девушка определила жанр, в котором ей пришлось работать, как нечто среднее между сюжетом и эссе. Просматриваться личная позиция автора, то есть как это было в эссе. И как раз-таки три события, то есть три новости, об этом нужно было рассказать, причем написать это очень быстро. Для меня это стало неожиданностью. Если в первый день их было три, то во второй день их было пять. То есть пять ключевых событий, которые произошли за последние сутки. На выполнение задания детям давали всего полтора часа. Но зареченцам удалось уложиться в сроки и даже найти время для создания видеодневников фестиваля, уже вне конкурса. Видео-сюжеты мы выполняли уже вечером, ночью, писали тексты, потом записывали голос, монтировали. Это все очень было сжато из сроки. Первый сюжет мы сделали о первом дне и показали в перерывах перед мастер-классами. Всех это удивило, удивило очень сильно. К нам подходили, нас за это благодарили. Говорили, что никогда еще такого не видели, что мы молодцы. Кроме конкурсных заданий, в программу фестиваля вошли мастер-классы различной направленности. Мне больше понравился мастер-класс Евгения Николаевича Суховея про пресс-конференции. Очень было интересно. И мы проговорили то, как нужно себя вести на них, как общаться, что делать нужно, что не нужно. Я считаю, что мне обязательно стоит поработать над скоростью своей работы. То есть я считаю, что я делаю очень медленно. И фестиваль мне это показал, и теперь я буду над этим работать. Во время фестиваля участники занимались разработкой интернет-газеты «Росатом Скул», призванной объединить юных журналистов всех городов-участников проекта «Школа Росатома». Жюри атмосферы оценивало активность каждого, отразив результаты работы ребят в итоговом рейтинге. Первое место в нем заняла Зареченко Наталья Музыка. Юлия Михалкина и Ксения Митюрникова тоже были отмечены судьями. Они получили награды за активное участие. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный». Расследование Скул д Whoopрова Ксения Музыка. Ксения Тризна. Ксения Тризна и Ксения Музыка. Продолжение следует...